Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня, как и обещал я в прошлом своём видео, я расскажу вам о том, почему происходят частые у некоторых людей позывы в туалет по маленькому ночью. То есть, часто и помалу. А ведь эта проблема характерна для очень большого количества людей. Сразу оговорюсь, я не буду брать такие крайности, как наелся вечером арбуза и так далее. Я говорю сейчас о проблеме, очень характерной, когда помалу и часто. Особенно это касается женщин, но и у мужчин такая же проблема есть тоже. Первое. Проблемы с простатой у мужчин никак не связаны с частым посещением туалета ночью. Второе. Инфекции. Да, действительно, инфекции мочевого пузыря и почек могут влиять на это, но это примерно от 1 до 5% всех случаев из 100. А какая же проблема лежит в 95 и более проблемах всех случаев? Мочевой пузырь окружен гладкой мускулатурой. Она формирует мышечный тонус. Проблема в том, что не все люди могут заодно посещение туалета по-малому избавиться от всей мочи, то есть опражнить весь мочевой пузырь. Говоря на бытовом уровне, срабатывает датчик чаще на посещение туалета, потому что в мочевом пузыре, то есть в накопителе, остается часть мочи, ну то есть жидкости. И человек вроде бы сходил в туалет, и желания опражнить мочевой пузырь больше нет, позывов нет, но в скором времени опять начинается. Так почему же это происходит? В чем тут причина? А проблема здесь в симпатической нервной системе и высокой дозе инсулина у вас в крови. Поясняю. При мочеиспускании должен работать расслабляющий отдел нервной системы, парасимпатический. Но у вас, у таких людей, этого нет, такого не происходит. У вас слишком активен симпатический отдел нервной системы. Он у вас доминирует, а вызывает возбуждение данного отдела инсулин. Постоянно высокий уровень инсулина у вас в крови. Причем, возможно, у вас уже есть инсулинорезистентность. Следующий шаг – это преддиабет, а потом уже диабет второго типа. Пока вы можете не ощущать это никак, кроме синдрома хронической усталости. Постоянное недомогание, слабость, а также желание постоянно что-нибудь поесть, перекусить. Особенно сладости. Но не обязательно сладкое. Возможно, и просто большое количество любых углеводов, даже длинных углеводов. Картошка, макароны, гречка и так далее. Постоянные перекусы много раз в день вызывают увеличение сахара в крови. Сахар в крови провоцирует выработку поджелудочной железы гормона инсулина, который проводит сахар, глюкозу в клетку. Но инсулина вырабатывается всегда больше, чем необходимо для проведения глюкозы в клетку. И этот избыточный инсулин в крови, постоянный инсулин, вызывает много проблем. Я сейчас в этой лекции не буду об этом рассказывать. Посмотрите обязательно мою лекцию про инсулин и инсулинорезистентность. Она будет дана по ссылочке под данным видео. Если у вас высокий инсулин, то вам в скором времени опять захочется есть. Поели – опять скакнул инсулин. Эти качели работают круглые сутки. Поджелудочная работает на износ. Кровеносная система страдает. Ну и конкретно в контексте нашей темы происходит спазмирование гладкой мускулатуры мочевого пузыря. И у вас не расслабляется до конца мочевой пузырь, и вся моча не выходит наружу. Это механика, биофизика, биохимия данного процесса, если говорить совсем просто. Итак, 95-99% всех походов в туалет ночью связаны именно с тем, за исключением случаев, когда вы поели арбузы и дыни на ночь, что у вас высокий уровень инсулина в крови. Либо вы едите на ночь, либо вы едите сладкое, много сладкого. Уберите всё сладкое из своего питания, и через неделю-две, а то и раньше вы увидите изменения. Не ешьте ничего после 6 вечера. И уберите полностью всё, что содержит глюкозу и фруктозу, то есть всё сладкое на вкус полностью из своего рациона, хотя бы для эксперимента на 2 недели. И посмотрите, что произойдёт вот с этой проблемой, которая у вас есть. Кстати, мне часто задавали вопрос, а вот подтекание мочи и так далее тоже проблема, связанная с высоким сахаром и инсулином в крови. Обязательно посмотрите ещё вот эти две мои лекции. Это интервальное голодание, и если вы боитесь за то, что будете хотеть есть постоянно, если вы хотите есть постоянно, понимаете уже, что это неправильно, то помимо этих двух лекций посмотрите ещё непременно вот эту, про калории. То есть вы поймёте, просмотрев её, как можно есть, насыщаясь. И вы не только не будете хотеть постоянно есть и перекусывать, но ещё и будете снижать жировую излишнюю, если она у вас есть, массу тела. Итак, вам постоянно хочется есть, постоянные перекусы, смотрите мою лекцию про калории. Если вы не голодны, реально не ешьте, тоже золотое правило. Но помните, я говорил про инфекции? Так вот, дорогие товарищи, чтобы этот момент тоже исключить, понять, посмотрите мою прошлую лекцию про цистит. Ну а цистит – это воспаление мочевого пузыря, когда есть определённые инфекции. Может это быть проблема тоже частых позывов? Отчасти может, но не всегда. Ну и пару слов ещё скажу, что будет в ближайших видео. Я вот уже распечатал здесь пару стопочек писем от вас. Во-первых, очень интересные отзывы. В этой стопочке, например, я распечатал некоторые письма людей, где они пишут, как изменилось их состояние здоровья, как ушли те или иные болезни, когда они перешли на рекомендованные мною методики лечения, виды питания, стали пить водородную воду и так далее. Это очень интересные живые примеры, некоторые из них подробно описывают ситуации, какие-то коротко люди написали, в общем, всё без купюр, как говорится, вот зачитаю всё, что пишут сами люди. Я лишь, знаете, что сейчас себе позволю одну вещь зачитать, потому что видео и так маленькое, ничего страшного, да, хотя не совсем по теме, однако. Павел Терещенко. Мои тёти и дяди, когда я с ними в деревне, ну, наблюдает человек, довольно толстые, и едят в 21 вечера, на ночь едят. Плотно едят, и потом закусывают зефирами и печеньями, а потом храпят всю ночь. Ну, это, кстати, под видео, наверное, о храпе. Точно, так и есть. Кстати, причины храпа, посмотрите, в чём, если захотите понять. Всё, как вы и рассказывали, Юрий Андреевич. У тётки ещё и диабет. Собственно говоря, к чему я это? Это к нашей теме касается? Напрямую касается. Это как раз всё звенья одной цепи. Вот как раз нужно это понять. Но чтобы понять, всего лишь 4 видео моих посмотрите, новые люди, старые зрители-то и так, наверное, смотрели. Я понимаю, лень страшная. Тут многие говорят, что я длинно рассказываю что-то, поясняю. Я просто поражаюсь. Вот когда человека припечёт, он готов будет делать всё, что угодно. У него сразу на всё время найдётся. Только тогда порой времени уже у человека и не остаётся. Так вот лучше серьёзные вещи, которые реально помогут сейчас послушать и сейчас принять меры, чем потом бессмысленно что-либо принимать. Ну и позволю себе, пожалуй, ещё одно маленькое письмо. Причём считайте это за рекламу. Но рекламу чего? Чего рекламу? Ну вот сами слушайте чего. The Good Trip, ну по-английски. Здравствуйте, Юрий Андреевич. Спасибо вам за то, что вы делаете. Очень рад, что нашёл вас в свои 20 лет. Такого человека, как вы. У меня был геморрой. Ну вот уже даже у молодых людей это неудивительно. Долгое время, ну это можно представить, может лет с 15. Но он ушёл. Стоило только отказаться полностью от мучного, сладкого и молочного. Понимаете? Можно много, так сказать, на вот эти темы хорохориться, выпендриваться. Но есть практика, которая является критерием истины. То есть жизнь. Есть вымыслы, за которыми люди прячут свою слабость, глупость, ну и соответственно лень. Кто победит? Точно не вы, я имею в виду, не те люди, которые нагло, резко, злобно что-то напишут в протесте своём. Ну в желании оправдать то, как вы живёте, как вы едите. Думаю, что дело вовсе не в этом. Так вот дело всегда в этом и дело ещё много в чём другом. В своей лекции «Девять причин болезней» я указываю, что не только в питании дело. Конечно, есть ещё 8 других групп целых факторов, которые однозначно, вне зависимости от наших желаний, верования и так далее, влияют на наше с вами здоровье. Я же рекомендую вам, дорогие товарищи, если вы хотите действительно разобраться, не поверить мне или кому-то ещё на слово, а разобраться, как устроен организм, что нужно вообще вам знать для того, чтобы быть здоровым. Вот я простым доступным языком объясняю в своих лекциях эти темы. Если вы хотите узнать про что-то, наберите просто в Ютубе, например, «Фролов пробел» и там, например, «Поджелудочная железа», «Фролов пробел», ну, например, «Кровеносная система», или «Брокколи», или «Сода», или что хотите». И, как правило, вы найдёте это видео. Ну, вот, собственно, и всё на этом. Я надеюсь, данное моё видео было вам полезным. Я рекомендую вам подписаться на канал, рядом нажать на колокольчик, чтобы вы могли получать уведомления о выходе моих новых видео. Правда, некоторые люди говорят, что Ютуб так работает, что уведомления не приходят. Тогда подпишитесь на мой главный сайт nadgard.ru, на любой страничке этого сайта. Это внизу, если мышкой пролистнёте, в самый низ страницы, есть такое поле. Вводите адрес свой электронный и нажимаете «Подписаться». Всё. И вам будут приходить уведомления о выходе и новых видео, какой-то информации, новых от нас продуктов, товаров и прочее. Поделитесь этим видео в соцсетях со своими друзьями, знакомыми. Ну, а на этом, пожалуй, всё. Я желаю крепкого здоровья всем хорошим, честным, порядочным людям, а всем остальным и вообще всем людям здравомыслия. До свидания.